Добрый вечер! Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, дорогие мои читатели. Спасибо вам большое, что вы пришли на встречу. Честно говоря, это моя первая встреча с читателями как писателя. И я очень рада, что вы все здесь. Мы вас поддержим. Для меня это самый большой подарок. Вас, конечно, немного, но я надеюсь, что когда-нибудь у меня будет много книг. И в зале не будет свободных мест. Но эту встречу я все равно запомню навсегда. Так, в общем, про книгу. Вообще, расскажите мне, пожалуйста, вы пришли, потому что знали про эту книгу или просто случайно зашли? У меня микрофон, я могу передавать в зале, а можете с места говорить. Ну, не, ну просто у меня с места, конечно, скажите. Случайно повезло, говорят. Случайно повезло, да? Специально пришли? Знали, говорят, Наташа. Ну, кто-то знал, да, кто-то знал. Да, мой редактор, конечно, знал. Да, и кто-то случайно. Но это замечательно. Я рада, что книга вас привлекла. Вот, она посвящена телу человека. И я думаю, что, мне кажется, у 100% людей дома есть книга про тело. Да, да, энциклопедия, может быть, какая-то медицинская книга, там, детская энциклопедия, взрослая энциклопедия. Правда же? Учебник хотя бы. Да, учебник, да, хотя бы и школьный. Да, но эта книга, она немножко отличается от всех. Вообще, я по профессии доктор. Я 5 лет отработала в хирургии и потом немножечко сменила специальность и стала врачом ультразвуковой диагностики. И моя книга, она написана про тело человека, но с точки зрения медицины. То есть я постаралась рассказать про все наше тело, про все наши органы от макушки до пят. Книга, кстати, так и построена. У нее факты идут от макушки, продолжаются к нашим пальчикам. Вот, я постаралась рассказать все, ну, не все, конечно, но многие интересные факты из мира медицины, которые когда-то удивили меня саму. Вот, я, когда училась на третьем курсе, я нашла такую удивительную подработку. Я совершенно случайно устроилась экскурсоводом в биологический музей Тимирязева. И 12 лет до прошлого года я работала там. Вот, поэтому у меня здесь на презентации написан экс-старший научный сотрудник. Вот, мне все равно очень хотелось вписать эту должность, потому что я очень любила эту работу. И все 12 лет я вела детские занятия, и, естественно, дети задавали мне вопросы. И задавали вопросы и взрослые тоже. И на самом деле это было очень интересно, потому что, если честно, каким бы умным ни был человек, мне кажется, все равно найдется тот, особенно ребенок, который задаст такой вопрос, на который мы не сможем ответить. Ну, было же такое, правда? Мне кажется, у каждого взрослого такое было. Вот, такое вот почему, на которое мы просто можем развести руками. И вот эти вопросы, они накапливались, я искала интересные ответы. Кстати говоря, некоторые вопросы, они поступали не от посетителей экскурсий, они поступали от пациентов. И, в общем, когда вот это все такое комбо накопилось, родилась вот эта замечательная книга. Вот, я буду рада, если вы прочитаете, хотя бы даже пролистаете здесь, в магазине. Для меня это будет уже большой подарок. Спасибо большое, Наталья. Переходим ко второй части нашей встречи. Это интерактивная лекция, верно? Да, все верно. Я решила, что говорить про себя целый час, это будет такое небольшое преступление, поэтому я решила разбавить эту встречу. Вот, и я хочу провести лекцию, это одна из тех лекций, которые я ввела, когда работала в биологическом музее. И эта лекция необычная, потому что здесь вопросы буду задавать я, и мне интересно ваше мнение. Не бойтесь отвечать на вопросы, я буду рада, если вы будете с места говорить то, что вы думаете. Вот, и потом вместе, естественно, на эти вопросы будем находить ответ. Всего будет 20 вопросов, ну, по-моему, чуть больше, 21 или 22. Вот, если вы устанете или у вас внезапно возникнет вопрос ко мне, то вы можете смело его задавать, хорошо? Даже если вы внезапно решите спросить меня, какой мой любимый фрукт или овощ, пусть вас ничего не останавливает, хорошо? Так, ну что, поехали. Итак, вопрос номер один. Какой самый большой орган? У нас сейчас три руки к кому? Три руки, а я не знаю, давайте, может, конечно. Кожа. Кожа. Все согласны? А вообще кожа это орган? У вас была такая же версия? Или нет? Кожа? Да. Молодцы, да, умнички, все справились с этим вопросом, да. Действительно, у нас много крупных органов. Мне, как правило, обычно говорят, что это, например, печень или селезенка. Все, кстати, знают? Огромное, жаркое сердце. Сердце, огромное, жаркое сердце, да. Все, кстати, знают, где находится у нас сердце? Ну-ка, давайте-ка быстро на себе показываем. На себе прям, давайте. Справа, слева, посередине, снизу. Мы еще до этого доберемся, да. Да, где у нас печень? Справа. Ну-ка, быстро на себя показываем. На себе все показываем печень. Давайте, давайте, оп. Кто не угадал? Я вижу, кто растерялся. Печень. Берем правую руку. У меня это левая, у вас это правая с этой стороны, да, и кладем ее прям на себя. Это печень. Да. Берем теперь левую руку, кладем ее на себя. Да. Тут у нас селезенка, да, это два таких крупных наших органа. Но самый большой орган, действительно, это наша кожа. Как вы считаете, сколько весит кожа? Зависит от того, сколько весит человек. Или кожа у всех одинаковая весит? Конечно, да. Если человек большой, то, конечно, кожи будет больше. Ну, в среднем. Берем средненького человека. Спрашивают, жировой прослойкой или без? Нет, нет, без подкожной жировой клетчатки, просто кожа. Килограммов 30, первая весит. Нет, поменьше. Поменьше. Десять. Так, ну, берем взрослого такого. Два килограмма. Взрослого из учебника по физике, который всегда весит 70 килограмм. Давайте такого возьмем. Так, два килограмма, три килограмма, да? Семь. Мне нравится версия, вот, примерно в районе двух килограмм. Поднимите, кто сказал первые два килограмма. Да, правильно, да. Два килограмма, да, ну, вот, от трех до десяти она может весить. И, кстати говоря, площадью два квадратных метра. Представляете себе, сколько это? Очень много, да. Так, движемся дальше. Представляем себе взрослого, того же самого взрослого, например, меня. И представляем себе крошечного ребенка. Вот он только что родился, он весь такой румяный, сладенький. У кого костей больше? Давайте прям по порядку. У кого у детей? Еще версия. Одинаковое количество костей. Еще варианты какие? Зубы растут позже. Зубы – это кости. Зубы – это не кости. Не кости. Значит, неправильная версия. Ну, зубы у нас, кстати, раз зубы не кости, но зубы, они все равно внутри заложены. Они хоть и не выросли, они все равно в зачатке есть. Одинаково. Так, ну на самом деле… У детей. Да, умничка. У детей костей действительно больше. А кто мне объяснит, почему? Да, молодец. Да, у ребенка… То же самое, да, хотела сказать? Срастаются. Да, умница. У ребенка костей больше, да, он же, когда рождается, ему надо сжаться. Когда он рождается, постепенно окрепнет и срастаются, например, коленочки образуются, череп срастается. Да, мамы помнят, что у детенышей у них роднички есть, да, это вот места, где кости еще не срослись до конца. Так, хорошо. Хорошо, 206 костей у взрослого и 270 у ребенка. То есть представляете, да, насколько у ребенка костей больше. Так, хорошо, движемся дальше. Как мы можем увидеть свои кости? Да. Через ринген. Молодец. Еще варианты. При переломе. При переломе, да, да, тоже вариант, да, не забываем, что это тоже, к сожалению, хоть и страшно, но возможно. Да, но самый безопасный способ, ну, кстати говоря, относительно безопасный, да, рентген же тоже у нас небезопасный. Вот, тем не менее, это рентген. Как вы считаете, кто-нибудь вообще видел первый рентгеновский снимок? Никто не видел? Я видела на картинке, я его лично, ну, прямо вот не видела, но я видела фотографию. Сейчас вам ее покажу. Был такой дяденька, и у него была фамилия рентген. То есть это чья-то фамилия просто. Он, наверное, не один был, много людей было с такой фамилией. Вот, и самый первый человек, на котором он решил проверить этот способ, ну, естественно, это была его жена. На ком же еще проверять, да, как не на жене. Да, и на самом деле, представляете, что она была вообще самым первым человеком, который вживую увидел полностью свою руку. Вот, у меня, кстати, тоже кольцо, совпадение. Вот, и когда она увидела эту руку, она от страха потеряла сознание. Она взвизгнула, что она увидела свою смерть и упала. То есть такой вот был первый рентгеновский снимок. Ну, теперь мы уже рентгена не боимся. Кому вообще рентген делали? Всем, да, молодцы. Так, хорошо, движемся дальше. Вот у меня в книжке, те, кто читал мою книжку, знают, что у меня есть целая часть, посвященная мышцам наших волос. Так, у кого есть версии? Вообще, как вы считаете, правда ли это, что у наших волос есть собственные мышцы? Они растут, да, есть версия, что они высталкивают волосы с головы. Если есть вопрос, говорят, то значит, есть мышцы. Да, да, все верно. Действительно, у наших волос есть мышцы, но зачем они нужны? Для красивой прически. Хороший вариант. Чтобы шевелились при шоке. Чтобы шевелились при шоке. Еще хороший вариант, да, еще варианты. Для защиты кожи. От чего? Для защиты кожи. Как это происходит? Я не знаю. От холода. Кто сказал, что от холода? Так. Правильно, молодцы. Действительно, от холода. Да, давайте разбираться. Представляем себе злую кошку, да? Да, все правильно, мы ее разозлили, она на нас шипит, она становится такая вся пышная, да, волосы стоят дыбом. Да, есть такое выражение. Вот. Дело в том, что в этот момент у нее напрягаются мышцы, которые поднимают волос. У каждого волоса есть своя отдельная мышца. Волосы встают дыбом. Благодаря этим мышцам кошка становится большой и страшной. Теперь вспоминаем зиму и вспоминаем птичек, да? Птичке холодно, как вы сказали, да? Она мерзнет. У нее нет волос, у нее есть перья. Но мышцы те же самые. Мышцы тоже напрягаются. Перышки встают дыбом. И птичка становится большая, такая кругленькая. И ей тепло. Теперь вспоминаем древнего человека. Да? Он пушистый. У него есть волосы. Конечно, побольше, чем у нас, да? Но поменьше, чем, например, у кошки. Но, тем не менее, у него осталась еще вот эта, скажем так, остаточная реакция от зверей. И когда, например, ему холодно, то у него тоже напрягаются мышцы, и волосики встают дыбом. У нас эта реакция тоже сохранилась, и на холоде у нас образуются такие маленькие пупырышки. Как они называются? Мурашки. Все правильно. Вот каждая мурашка – это сжатая мышца. Теперь вы знаете, что там в этом шарике находится внутри. Так, хорошо. Движемся дальше. У кого-нибудь есть шрамы? Мне тоже кажется, у всех, да? На коленке где-нибудь, да? Вон сразу начинаются поиски. На коленке я еще видела мем, где говорится, что у каждого на указательном пальце левой руки есть шрам. Проверим эту теорию. На среднем. На среднем у всех? От ручки в школе. А, нет, от ручки, да, мозоль. Вот я слышала версию, что, ну, поскольку большинство правши, то чаще всего страдает левый палец. Ну, вот когда мы режем, что-то ковыряем, он как бы держит предмет, и чаще всего мы задеваем его там гвоздем, ножом, еще чем-то. Есть, конечно. А как вы считаете, вот где еще может быть шрам? Только на коже? На сердце. Да, как в фильме. Глубиня души. Помните этот мультик? Как он называется? Король лев. Хорошо. Его звали шрам, да, потому что у него шрам на глазу. А вот этот фильм, это вопрос ко взрослым. Помните, что говорит дядя Митя? Любовь и голуби. Да, что он говорит? Вот такой рубец, все правильно, да, имейте в виду рубец на сердце, да, после инфаркта миокарда. Оказывается, что рубец у нас может, рубец, кстати, это медицинское название шрама, это то же самое. И рубец может быть вообще на любом органе. Шрам может быть на сердце, может быть на коже, может быть на кишке, может быть на почке и вообще в любом другом месте. Так, движемся дальше. Может ли быть такое, что наши органы не на своих местах? Почему это получается? Аномалии, наверное. Опустились. Нет, аномалии бывают, что с левой стороны. Зеркальные. Зеркальные, да. У меня может случиться такое, что хоп, и все наоборот. Нет, нет, нет. Смотрите, есть два момента. Органы действительно могут немножко поменять позицию. Например, немножечко там опустится почка, там или при беременности, все верно, да, органы. Немножко меняют положение. Но кардинально, чтобы органы оказались совсем не на своих местах, такое бывает с рождения. Называется это красивыми словами инверсия или транспозиция органов. То есть, например, у всех сердце чуть-чуть слева, а у этих людей сердце немножечко справа. Печень у всех справа, а у этих людей немножечко слева. То есть, все наоборот. А как вы считаете, вот таким вот людям, у которых все наоборот, им удобно вообще? Ну, они чувствуют какой-то дискомфорт, там еще чего-то. Да, правильно, просто все зеркально. Мы же когда в зеркало на себя смотрим, да, все органы, они ровно то же пространство занимают, только наоборот. Все правильно. Но есть еще такая очень интересная штука, она у меня в книжке тоже описана. Она называется «Синдром железного дровосека». Из какой сказки персонаж? Правильно, «Волшебник изумрудного города». Оказывается, что бывает такое, правда, очень-очень редко, что сердца в грудной клетке нет. Где оно может быть? В пятках. Хороший вариант. Еще где? А как же болезнь анемии есть? Есть такая болезнь. Есть такая болезнь, все верно. Анемия – это когда мало крови. Человек бледный, да, но у него сердце при этом… А он может остановиться просто? Сердце? Нет, не сердце. Застыть, грубо говоря, как льдинка. Ну, только в единственном варианте, когда уже все. Нет, нет, я имею в виду, что у большинства людей у них же сердце в грудной клетке сверху. А вот представьте себе, что доктор приходит к пациенту, слушает, 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 а сердца нигде нет. Бывает, бывает. Это такое заболевание, я сейчас не вспомню, наверное. Бывает такая врожденная аномалия, да, она так и называется – синдром железного дровосека. Потому что, как мы помним из сказки, да, у него сердца в грудной клетке не было. Вот оказывается, что давным-давно один доктор из Индии, он впервые заподозрил, что может быть такое возможно. Потому что он слушал мальчика и никак не мог у него это сердце выслушать. И оно выслушалось у него в животе. И он предположил, что такое может быть. Но на тот момент не было ни рентгена, ни других методов, чтобы это проверить. И доктору сказали, что такого быть не может. У него, к сожалению, отобрали диплом. Индия тогда… Я сейчас… Можно набить микрофон? Она же была колония Англии. Вот. Его лишили диплома королевского английского общества. В общем, его выгнали отовсюду. И только спустя 40 лет он смог отыскать этого мальчика, сделали рентген. И действительно доказали, что сердце у него находилось в животе. Я сейчас вспомнила, я забыла вынести это на слайд. Есть такая девочка, она, наверное, уже подросток. Она из Новосибирска. И у нее сердце не просто находится в животе, оно у нее находится в животе, но под кожей. И очень хорошо видно, как оно бьется. Я фотографию эту на слайд не люблю выносить, но я обычно пишу хэштег, как можно найти. Но на самом деле, если вы погуглите синдром железного дровосека, это очень интересная ситуация с девочкой. Потому что у нее видно, как сердце бьется. А как вы считаете, когда сердце под кожей, это опасно? А чем защищено сердце, когда оно на нормальном месте? Костями, ребрами, да, вот эта косточка, как называется? Грудина, правильно, сердце защищено. Вот этой девочке, ей шьют специальную одежду, у нее на животе специальный такой каркас, чтобы сердце защищать. Чтобы она могла и физкультурой заниматься, и не бояться споткнуться на улице. Так, движемся дальше. Какого размера наши сосуды? Давайте так, какого размера самый маленький сосуд? Примерно. Очень маленький. Мне такой, на самом деле, ответ устраивает больше всего, да, тоньше, чем наши волоски. Все верно. Какого размера наш самый большой сосуд? Очень большой. Ну давайте, теперь уже руками можно показать. Наш самый большой сосуд называется аорта. Если мы придем домой, перед сном, ляжем, чтобы животик расслабился, и очень аккуратно положим себе руки на живот, это очень хорошо получится у худых, наверное, я не знаю, каково это. Вот, вы прям почувствуете, как аорта пульсирует. Какого она размера? Вот ее часто, знаете, в рекламах показывают. Вот она, вот эта длинная, красная в середине. Какого она размера? Берем два больших пальца и складываем их. Молодцы. Вот это наша аорта. Да, у детенышей поменьше, у взрослых побольше. Так, движемся дальше. Вопрос с подвохом. Какой орган чаще всего страдает у людей, у которых нет обоняния? Нет, не нос. Почему? Нет. Кишечник кто-то сказал. Почему кишечник? Близко, кстати. Нет. На самом деле, у людей, у которых нарушено обоняние, ну, например, какой-то, допустим, химический ожог произошел, обоняния нет. Дышим нормально, но не чувствуем запахи. Они не чувствуют вкус пищи и все время максимально добавляют специи, соль, перец. У них вся пища острая, у них чаще всего страдает желудок. То же самое, кстати, происходит у людей, у которых хронически заложен нос. У них тоже есть риск, что желудок разболится именно по этой причине. Так, движемся дальше. Можно ли сделать операцию самому себе? Нет. Ровно пополам. И да, и нет. Да, мне нравится вариант «можно, но не нужно». Оказывается, что такой случай зарегистрировали. Во время полярной экспедиции был такой доктор по фамилии Рогозов. И он был единственным врачом на большом корабле, во льдах. И он внезапно понял, в самый, мне кажется, неудачный момент, который можно было найти, он понял, что у него аппендицит. А аппендицит — это, на самом деле, в современных условиях достаточно не страшная болезнь, если вовремя принять все меры. Но во льдах, когда ты один, это, конечно же, риск для жизни. И пришлось сделать операцию самому себе, потому что не было возможности быстро как-то оперативно доставить его на землю. Поэтому ему пришлось самого себя оперировать. Фотографию я немножечко обрезала, чтобы никого не напугать. Он оперировал перед зеркалом. Ну я, да, я не хочу никого напугать. У него здесь стояло зеркало, у него все было обезболено. И, как он писал в своем дневнике, больше всего он переживал за своих бортмехаников, потому что двое ребят молодых, они ему ассистировали, теряли сознание от страха, потому что они никогда этого не видели, держали это зеркало дрожащими руками. И он сам себя спас. Такая вот ситуация была. Еще, кстати, были моменты, когда экспериментально в современных уже условиях был один доктор, по-моему, это Соединенные Штаты. Он тоже пытался сам себя оперировать, по-моему, успешно. Ну, просто для науки, под контролем других медиков, он сам себя тоже соперировал. Честно говоря, операцию я не помню, что он себе сделал. Так, можно ли увидеть микробов? Как? Хорошо, а если у нас нет микроскопа? Они точно есть, да. Представляете себе, что мы каждый день убираемся в комнате, да? И вот где-нибудь такая маленькая пылинка, да, мы даже ее не заметим. А представляете себе, если мы год не убирались в комнате, там куча пыли, да, везде, там открываем какую-нибудь дверцу. Да, 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 куда-нибудь, да, приезжаешь после длительного периода, и там куча пыли. Вот то же самое с микробами. Если он один, его, конечно же, увидеть можно только под микроскопом. А если микробов много, то мы можем их увидеть и невооруженным глазом. Кстати, кто такие микробы? Еще варианты? Да, это не только бактерии, это любые крошечные организмы, которые не видно без помощи микроскопа. Это бактерии. Кто еще? Вирусы. Кто еще? Простейший есть вариант. Еще кто? Грибы, да. Как называются вот эти маленькие грибы, которых мы не очень любим на кухне? Плесень, правильно, да? Ее же тоже, по сути, видно. Да, ужасно. Так, но, кстати говоря, да, насколько бы она не была противной, именно так появились антибиотики, да? То есть совершенно случайно обнаружили, что есть плесень, ну, не плесень, а есть вот эти микроорганизмы, которые могут подавить другие организмы. И таким образом изобрели антибиотики. Да. А у меня вопрос, а что будет, если случайно съесть плесень? Мне просто интересно стало. Сейчас будет такой совет от врача. На самом деле у нас у каждого есть иммунитет, и если мы случайно съедим плесень, то, в принципе, ничего не должно случиться, потому что у нас есть желудочный сок, который очень агрессивный, и он многие микробы патогенные уничтожает. Но, конечно же, не стоит рисковать и заниматься таким каждый день. А можно вопрос? Да. Пенициллин – это плесень на хлебе или на дрожжах? Ой. Честно говоря, сходу… Продолжение вопроса, какую плесень съесть безопаснее? Плесень на сыре, мне кажется, безопаснее. Не знаю, не скажу. Не скажу сходу, да. Вы меня этим вопросом застали врасплох. Так, я отвечу вам после лекции. Так, движемся дальше. Кто больше, вирус или бактерия? Вирусы больше или бактерия больше? Давайте поднимем руку. Кто считает, что бактерия больше? Кто считает, что вирус больше? Были же варианты, я слышала. Да, но на самом деле все правильно. Бактерия больше по размеру. Если, например, бактерия была бы слоном, то вирус был бы маленьким муравьем. Настолько бактерии больше, чем вирусы. Но зато на нашей планете вирусов намного больше разных видов. Так вот, бывают ли вирусы у бактерий? Да, да, да. И мы, кстати говоря, наверняка слышали это слово, может быть, в рекламе, может быть, где-то в аптеке. Эти вирусы такие симпатичные, они называются бактериофаги. И их изобрели специально. Вот я случайно перелеснула. Вот эти вирусы, нет, я неправильно сказала, их не изобрели специально. Специально придумали подключать их к лечению. Они не проникают в наши клетки, но они проникают в клетки болезнетворных бактерий. И бактериофагами можно лечить разные инфекции. Например, некоторые кишечные. Специальный такой растворчик в пробирке. Человек их выпивает, как-то принимает внутрь. Есть там спреи, аэрозоли, капли. И вирусы принимаются за свое дело. Убивают патогенные бактерии. Круто? Мне тоже кажется, круто. Так, все ли микробы заразные? Есть полезные? Как же в рекламе говорят? Микробы страшные. Все известные? На самом деле мы сейчас все покрыты микробами. Но никто же не болеет. Наши микробы полезные. Они помогают нам справляться с чужеродными. Да, у нас везде есть микробы. На самом деле, как вы считаете вообще, сколько у нас в организме микробов? Ну, сколько примерно? Нет у меня этого слайда поблизости, он будет чуть позже. Запоминаем вопрос, чуть позже к нему вернемся. Какое заболевание, раз уж мы про заболевание говорили, самое частое на нашей планете? Грипп, простуда. Грипп, простуда. Еще варианты? Какое? Насморк? Ну, насморк как проявление, наверное, простуды. Еще варианты? Аллергия? Хороший вариант. Нет. Это не грипп, это не простуда, это не аллергия. Эти заболевания реально частые, да, но они не самые частые. Часто, но нет. Гипертония. Тоже частое заболевание, да, но нет. Пищевое отравление. По типу пищевого отравления часто, но нет. Диарея. Часто, но нет. Инфаркт. Зубная боль. Зубная боль. Заболевание? Правильно сказали про зубную боль, да. Самое частое заболевание на нашей планете – это кариес. Да. Кариес. Кариес, по разным данным, да, поражает от 90, по некоторым данным, до 99% населения. Не исключая детей, не исключая пожилых людей, исключая только тех, у кого зубов нет. Да. Так. Хорошо, движемся дальше. Как можно поменять цвет кожи? Облизься зеленкой. Мне нравится этот вариант. Солнце побыть. Загореть, да. Еще варианты. Покраснеть, да. Еще. Быть в солярии. Быть в солярии. Хорошо. Солярий. Да. Еще варианты. Умереть. Ну, сложный вариант. Ну, да, хорошо. Желтуха. А витамина, желтуха, да. Много водей сидеть. Много водей сидеть, да. Человек посинеет. Хорошо. Еще варианты. Да. Почему мы вообще загораем на солнце? Защита. Защита. Правильно, да. Это защита. Да. У меня вопрос еще один. Почему вот люди с черной кожей, они не загорают никак? Ну, смотрите, давайте разбираться. Ну, на самом деле, хороший вопрос из серии тех, которые ставят взрослых в тупик, да. Дело в том, что у нас в организме есть специальные клетки, которые называются меланоциты. И они выделяют специальное вещество, которое называется меланин. Меланин, оно придает нашей коже темный оттенок. Чем больше мы, европейские жители, да, проводим на солнце, тем больше вырабатывается меланина, и тем темнее становится наша кожа. Есть такие люди и животные, они называются альбиносы. У них белая кожа, да, или белая шерсть, или белые перья, если это птица. У них меланина нет. У них нет этой защитной реакции. У темнокожих защитная реакция врожденная. У них меланина в коже уже много, и кожа под микроскопом, например, выглядит совершенно по-другому. И у них эта реакция нужна, чтобы спастись от палящего солнца. И, ну, я думаю, что если человек максимально темнокожий, да, цвет его кожи, конечно, не изменится. Ну, почему вот, например, такие смугленькие люди все равно загорают, все равно оттенок меняется. Вопрос такой. Про людей, мне кажется, все понятно, да, это такая банальная ситуация. Собака может загореть на солнце? Знаете, да, эту штуку, что белые медведи с черной кожей, да, бурые медведи с белой кожей. Так, ну это я отвлеклась. Такой факт не в тему. Так вот, собака-то загорит или нет? А лысая бывает собака? Японская, да. Да, Татьяна знает, да, что когда я начинала писать книгу, у меня появился сладкий-сладкий щенок, лысой мексиканской собаки. Если вы смотрели мультик «Тайна Коко», вот эту собаку, которая еще язык на бекрень, да, это мексиканская лысая собака. Вот так вот она выглядит зимой. На самом деле, это сладкий такой факт о собаке. У них открытая зубная формула, то есть у них количество зубов вообще рандомное, как повезет. И за счет вот этого пробела в зубах язычок так смешно, да, наружу, да. У нас сейчас тоже так происходит. Так вот, это зимой, а это летом. То есть представляете себе, насколько это одна и та же собака, насколько сильно она поменяла цвет. Для меня, например, это было открытием. Я не знала, что собаки загорают, но оказывается это так. И лысые кошки тоже загорают. Только кошки не любят гулять, мне кажется, так сильно, как собаки. И собаку, да, тоже надо мазать солнцезащитным кремом, потому что она тоже может обгореть. Да. Я вам сказала вопрос, почему негр, если они попадают на Северный полюс, они не бледнеют? А потому что у них генетически заложено такое количество меланин, он не рассасывается, как у нас. У нас клетки напряглись, они его впрыснули, скажем так, в кожу, и потом он рассосался. А у них немножечко по-другому система работает, у них меланин не спадает. Так что они от солнца, в принципе, независимые. Вот. Так что, да, такая вот у них ситуация. Так, видимо, у меня слайды неправильно перелистнулись. Возвращаемся к бактериям. Сколько у человека бактерий? Вы сказали уже, что много. Ну вот сколько, например, если в граммах вешать, как в рекламе? Несколько килограмм. Два с половиной. Абсолютно правильный ответ. Правильно. Два с половиной килограмма, да? Ну в среднем это от двух до трех килограмм бывает. Но это у взрослого человека, примерно, да, моей комплекции. Это примерно, да, как связка бананов большая или как женская сумочка там со всякой всячиной. То есть это достаточно много. А вот если мы, например, решим вдруг похудеть и решим избавиться от всех бактерий, что произойдет? Конечно, да, человек будет в очень критическом положении, потому что бактерии помогают нам и бороться с инфекцией, да, и пищу переваривать. Вот. Поэтому без бактерий нам никуда. Так, а можно ли бактерии вырастить? Можно. Как? В лаборатории. Плесень, конечно, на кухне, да. В кухонной лаборатории, хорошо. В обычной лаборатории, да. На специальных чашечках. В салитах есть бактерии. Да, у нас вот здесь присутствуют будущие врачи, да. Вот они. Помашите рукой, будущие врачи. Да, вот тоже у нас будущий врач. Отлично, это очень круто. Да, в институте будете выращивать бактерии. Но я заранее скажу, что вот эта картинка, она очень часто гуляет по интернету, ну, типа стоковой уже стала. Такая вот ситуация, она невозможна, это имитация. То есть у нас сначала волна одних бактерий идет, потом волна других бактерий. Так что все сразу выросли такие красивые, разноцветные. Такое, ну, я такого не видела никогда в официальной литературе. Так, хорошо. Движемся дальше. Зачем врачи иногда щиплют пациентов? Это мой любимый вопрос. Проверяют реакцию. Хороший вариант еще. Нервы. Невропатологи, видимо. Они еще бьют. Ну, у них, да, у них-то обычно такой молоточек. Они, кстати, да, не со всей силы, они так деликатно, очень молоточком постукивают в специальных местах. Да, проверяют наши рефлексы. А вот еще зачем можно щипать? Пальпация. Такое сложное слово. Что такое пальпация? Ну, когда трогают рукой, да? Да, конечно. Еще варианты? Я помню, что там что-то тоже есть, там и быстро расправляются. Да, да. Если нет, то что-то другое. Ну, давайте вот подумаем. У нас вот мы себя давайте аккуратненько ущипнем, да? Вот так вот делаем складочку. И расправляем ее, да? И она расправилась, потому что мы все пьем достаточно воды, да? Да, у нас все хорошо, мы завтракаем, обедаем и ужинаем. Вот. В ситуации, когда у человека, например, какое-то инфекционное заболевание, его все время тошнит, у него там, допустим, все время диарея, он теряет жидкость постоянно. Как, например, когда-то давно, когда придумали этот метод, была эпидемия холеры. И врач, у него не было способов, там, анализов всяких, чтобы проверить обезвоживание. Он просто заходил в палату и вот так вот щипал. У обезвоженного, сильно обезвоженного человека у него кожа не расправится. Она замрет такой складочкой, как пластилин, и будет очень медленно-медленно расползаться. Вот. Поэтому был такой отличный способ. Еще такая улица есть в центре. Так. Хирургам иногда говорят, иди мойся. Что это значит? Готовься к операции. Еще варианты? Он же грязный после операции. Может, пора помыться? После операции или до? До. И после. До и после? Прямо как в стихотворении, да? Мыло душистое, полотенце пушистое или нет? Вот мне даже интересно, как хирург готовится к операции? Вот он приехал в больницу, пришел. Гуглит. Что? А? Гуглит. Гуглит. Не, гуглит уже поздно. Нет. Заходит в специальное помещение, да. Называется предоперационное. Да. И что там происходит? Одевает, Ила одевает, одевается, моет руки с мылом. Сначала одевается, одевается, потом… Спецодежда. Да, на самом деле все правильно вы говорите, да, порядок только немножечко другой. Он переодевается в чистую, но не стерильную одежду. Но она простерилизована, но она как бы не… она еще не для операции. Моет руки. Да, естественно, бахилы, все моет руки. Причем врачи моют руки очень долго. Они сначала моют руки вот досюда. Называется трехкратное мытье. Сначала вот досюда, потом вот досюда, а потом вот досюда. Моет пальчики специальной щеточкой. Мы вот недавно были в командировке в Израиле. Я там видела прям такие одноразовые щеточки для ногтей, чтобы можно было прям все шикарно помыть. Вот. После этого он выходит вот в этой позе, которая обычно в кино. Говорит, перчатки, халат. На него надевают медсестра или помощник халат, перчатки. И после этого врач готов к операции. Как вы считаете, насколько долго он стерильный? Ну, для вот этого конкретного пациента. Один раз, да. А вот сколько по времени? Два часа. Два часа. Да, через два часа пора менять перчатки. Все верно. Так, хорошо. Иногда на машинах скорой помощи надпись обычная, иногда наоборот. Почему? Ну, вот представьте себе, мы заберемся на самый верх здания. Хорошая версия, да. Но вот если мы смотрим вниз, надпись же не отзеркалится. Почему? Да. Представляем себе, как мы едем на машине. Да? Есть такое зеркало у водителя. Обычно, если вы едете сзади с мамой или с папой, то родители в это зеркало иногда на вас смотрят. Вот в это зеркало видно то, что происходит сзади. И когда машина едет сзади, так можно быстрее прочитать, быстрее в глаза бросается, что это служба спасения, что это машина скорой помощи. И, соответственно, что надо сделать? Надо ее пропустить. Молодцы. Так, и мы достаточно быстро, мне кажется, не устали. Мы добрались до последнего вопроса. Что это за привет? На самом деле я принесла этот предмет с собой. Принесла такой страшный предмет, мой любимый предмет. Или это снимать гипс? Снимать гипс. Да, правильно. Мне часто говорят, что это чтобы пилить кости, делать операции. На самом деле вот этот страшный-страшный инструмент, он всего лишь для того, чтобы аккуратно снять гипс, особенно большой, чтобы его же никак не ножницами, никак не подкусишь. Поэтому аккуратненько он срезается до определенного момента, а потом уже аккуратно специальными щипчиками он откусывается окончательно. Хорошо, ладно. У меня есть еще два предмета. Будем угадывать? Да. А я сейчас подойду. Покажите, Наталья, в камеру, в камеру близко, чтобы все нас увидели, а потом в зал. Что это за штуковина? Кардиостимулятор. Мама правильно сказала, да, это действительно самый настоящий кардиостимулятор. Когда-то давным-давно, когда изобретали первый кардиостимулятор, знаете, какого он был размера? Он был размером с такой небольшой холодильник. У нас на даче такой холодильник Саратов, знаете, такой. Да, вот примерно такого же размера. И пациенту ему приходилось везде этот холодильник таскать с собой. То есть вот этот кардиостимулятор, он спасал ему жизнь, но при этом пациент был максимально ограничен. Каждый раз, когда ему нужно было куда-то выйти, он брал вот эту тележку. Да, естественно, да, либо-либо, конечно. Но постепенно его начали уменьшать, и приборчик стал вот таким вот маленьким. Он прячется под кожу и подключается к сердцу. И регулярно у врача проверяется. Врач называется аритмолог, потому что кардиостимулятор спасает от аритмии. Вот, и такой приборчик спасает человеку жизнь. Менять его нужно раз в 10 лет. Почему? Правильно, батарейка садится, как в часах. Да, ну и плюс наука не стоит на месте, да, какие-то новые приборы за это время. Да, меньше, компактнее, безопаснее для организма, чтобы не вызвать отторжения. Так, хорошо. И последний предмет на сегодня. Печать ставить. Да, кстати, чтобы ставить печать, штука выглядит похоже. Можно, конечно. Сейчас дам всем потрогать, конечно. Все потрогают. Тяжело. Да, так выглядит самый настоящий искусственный клапан сердца. Да, когда у человека больное сердце, больные клапаны, чаще всего это бывает от ревматизма, ему меняют клапаны и вшивают такую вот штучку. Она металлическая, на металлической основе. За сеточку беленькую пришивается клапан к сердцу. А вот эта силиконовая полукруглая штука, она под действием сокращения сердца, тогда образуется давление. И вот, девчонки, правильно, держи крепко, правильно делают. Вот так вот он открыт, а вот так вот он закрыт. Открыт, закрыт, открыт, закрыт. И так у человека всю жизнь. Это один из видов. В Бакулевском центре есть целая стена. Целый стеллаж, да. И там миллион этих клапанов разных. А сейчас? Там зависит от размера. Там есть и со створками, есть и вот с такими шариками. Есть клапаны некоторые, которые тикают. Некоторые пациенты, которые ко мне попадают, у них прям без каких-то дополнительных приборов слышно, как тикает сердце. Такой. Ты спрашиваешь, у вас клапан, да, и, ну, это, как правило, уже пожилые люди, да, которым там 80-е их ставили, да, такой немножечко раритетный. Так, ну что, вопросы у меня к вам кончились. Появились ли вопросы у вас? Появились ли вопросы к Наталье? Пожалуйста. Любые, совершенно любые. У нас есть несколько минут. Всем было интересно? Вам понравилось? Так, ну что? Давайте аплодисментами тогда скажем. Спасибо большое, Наталья. Если вопросов нет, то еще раз вам большое спасибо, что вы пришли. Мне с вами было очень интересно. Спасибо, что отвечали на мои вопросы. Спасибо. Спасибо.